Будучи мусульманином, я машинально крещусь, когда вдруг натыкаюсь на твой эфир. На данном этапе жичанский народ переживает потребительский бум. Возможно, скрываются потери, понесённые из-за двух войн. Асалам алейкум, ты говоришь, что ты гражданин Ичхерии. Тогда покажи паспорт или это просто на словах. Тогда я гражданин мира, алейкум асалам. Но если твое гражданство определяет какая-то бумажка, то ты, наверное, вообще гражданин ничего, скорее всего. Потому что гражданство у людей определяется вот здесь. Вот оно, гражданство, понимаешь. А не бумажка какая-то, его определяет. К сожалению, я не смог получить никаких документов на момент, когда началась вторая война. Я ещё был несовершеннолетний, поэтому у меня не могло быть никакого паспорта. Да и вообще мы ещё не успели всё это наладить даже. У нас в республике не было чего-то на никаких паспортов. Это всё только было в проекте. Но само непонимание гражданства, оно не зависит от какой-то бумажки, имея это в виду. Ты гражданин той страны, которая в твоём сердце. Вот это вот твоя страна. Томсо, кому нужна твоя независимость? Чем независимы чеченцы? Живут в своей красивой республике, мечети строят, дети растут, счастливый город красивый, дома, квартиры дают, помогают. Ты что делал бы в независимой республике? Нефть продавал, которой нет? Или жил бы в разрухе Кадыров? Молодец, я русский. Михаил, давай с конца пойдём. Кадыров, молодец. Ну, для тебя, может, молодец. Носкоро. Что бы я делал? Продавал бы нефть, которой нет, или жил бы в разрухе? Я бы, наверное, раз уж Роснефть выкачивает... Вот та нефть, которой у нас нет, которую выкачивает Роснефть, и которую потом продаёт куда-то там на экспорт. Я бы, наверное, не лично я, а моя страна тоже бы эту нефть, которой нет, выкачивала бы и тоже продавала бы, скорее всего. А чем бы занимался лично я, не знаю, но я постарался бы заняться чем-то, в чём была бы польза для моей страны и для моего народа в целом. Что касается, живут в своей красивой республике, мечети строят, дети растут счастливые. Ты знаешь, если бы при этом не угнетали бы народ, не убивали бы наших людей, может быть, можно было бы тогда как-то воспринять этот аргумент. Но когда у тебя убивают человека, а его оставшимся сиротам говорят, что они для них построили фонтаны, сделали дороги и мечети, где они могут молиться, это слабый аргумент. Лучше бы они оставили бы их отца живым. Я думаю, больше пользы они получили бы от своего отца, чем от всего того, что они там построили. Ну и, наконец, кому нужна моя независимость? Она нужна чеченскому народу. Вот кому она нужна. Слышь, как тебя там, говорит. Какой ты мощный, а? Ламас, вот ты говоришь, тебе что не дают молиться? Мне не дают молиться. Мне не дают, да, не дают. Так как я хочу молиться, вот как я считаю правильным молиться, мне не дают так молиться. Не дают. Ко мне, когда я молюсь, подходят имам там, его свита, и говорят, так, а ну-ка иди сюда. Ты что, почему ты так молишься? Почему ногу так ставишь, руку вот так ставишь, палец так поднимаешь? Почему ты это делаешь? А, ты не на правильном пути. Ты, по-моему, шайтан. А ну-ка давай на профилактическую беседу поехали, муфтият. А там тебя бьют полипропиленовой трубой и заставляют тебя отрекаться от каких-то вещей там, от твоих убеждений. Да? Марх, до поста они не дошли, поститься можно пока, с постом проблем вроде бы не было. Вот я хочу доказать, что они преступники. Вот это я хочу доказать. Ты спрашиваешь, что я хочу? Я хочу доказать, что они преступники. Я хочу, чтобы люди, весь мир это видел и знал, что они преступники. Я хочу изменить эту ситуацию у нас. Вот что я хочу. А то, что я к себе приеду, как ты говоришь, вы заставите меня кричать Ахмад Сила. Да, я не сомневаюсь, что вы и похуже вещи сделаете. В этом нет сомнений. Но, иншаллах, у вас это не получится. Я очень на это надеюсь. Аллах вывел меня, вытащил меня из ваших рук, когда я был у вас. И я думаю, Аллах меня не вернет в ваши руки. Мурат, вновь че уважение, брат. Баракалла, Мурат, чеченец, Тумсо, дешевый клоун. Спасибо тебе. Ла Манхо. Тумсо, ты будучи замом начальника в электросвязи, было время, когда я лично давал тебе взятку за искусственно созданные проблемы тобой в вопросах, связанные с помещениями. Позже ты покупал эмотики и остальное. Да, тяжелые были времена без донатов, а сейчас официально попрошай-ка из себя тоже. Подожди, так, было время, когда я лично давал тебе взятку за искусственно созданные проблемы. Вот ты лжец, Субханаллах. Ты можешь как-то это доказать, что ты когда-либо дал мне взятку, что я вообще когда-либо взял у кого-либо взятку? Если ты можешь это сделать, то докажи это. Если ты этого не сделаешь, то пусть Всевышний сделает так, что вот эти твои пальцы, которыми ты набирал это свое лживое сообщение, чтобы они у тебя сгнили и отсохли, чтобы ты гангреной заболел, если ты это не докажешь. Лжец ты. Рустам, баракаллаху фиг, Рустам. Герой. Тумсо, я заметил в твоем разговоре с лордом, учитывая, что ты удалял комментарии тех, кто поддержал лорда. Начнем с того, что ты петушился, ты мне не нужен, ты попал в топ, потому что людям было интересно послушать, что говорит именно лорд. А обычно твои ролики встречали со словами Юха Ци Ши Ру. Так, во-первых, начнем с того, что я удалял какие-то комментарии. Я никогда не удаляю никаких комментариев, кроме оскорбительных и где есть мат. Причем это делается автоматически, это делает по поводу мата, это делает фильтр. А что касается оскорблений, то да, модерн у меня работает над этим, он может удалять какие-то комментарии, если есть оскорбления. Сам я даже не читаю комментарии, чтобы вы знали. Вообще, вот последние три ролика про лорда, я вообще не читаю комментарии, вообще. Потому что мне неинтересно. Да и не было времени, я просто был очень занят, мне было не до комментариев. А что касается того, что я говорил, ты мне не нужен, я ему говорил, потому что я ему не звонил, и мне действительно он не нужен был. Я бы никогда ему даже не позвонил. Он мне сам позвонил, и я сказал, раз уж ты позвонил, то давай излагай. Мне абсолютно неинтересен твой разговор. А то, что попал этот разговор в топ, и людям было интересно, о чем мы говорили, так это неудивительно. Если ты считаешь, что это как-то с хорошей стороны его показывает, я тебя уверяю, если бы я поговорил с Иблисом, с дьяволом, то еще больше людям это было бы интересно. И вообще, наверное, этот разговор попал бы в топы, в тренды всех стран Ютуба. Всех. Но это не делает Иблиса хорошим, или каким-то добрым. Нет. Поддержу тебя. Все в жизни ерунда. Главное пройти эту короткую жизнь достойно. Предательство не простим. Надеюсь, не окажешься завтра, как Байали в Чечне. Мы жарим. Поддерживаем его все активно деньгами, кто сколько может. Барак Аллаху фигг Ахмад. Я тоже очень надеюсь, что я не окажусь в том положении, в котором оказался этот человек. Странник. Асаламу алейкум. Тумсо. Усун. Чувак. Алейкум. Мачух. Хазумязина. Прямо так. Прямо я не знаю, ты что-то сделал такое выдающееся. Тумсо. Удастся ли, возможно ли, восстановить довоенный и грозный, и обязательно риском, символ непокорности и непоколебимости. Ведь Берлин и Ленинград и так далее восстановили, реконструировали. Я не знаю. Никогда об этих вещах не думал я там риском, чтобы восстанавливать это. Я думаю, наоборот, этого нельзя делать. Не дай Всевышний еще начнут риском поклоняться у нас. Делать из него зверт. Ни в коем случае. Ты же когда-то был звездой ЧГТРК, давал им интервью, а сейчас поливаешь ее грязью, пар выпускал на потеху народа. Это ты потому, что всегда хочешь быть в центре внимания? Ну, возможно, потому что мне было интересно выразить свое мнение. На самом деле нет. На самом деле, конечно. Когда я давал интервью, вообще, если кто не знает, чтобы были в курсе, я не давал интервью ЧГТРК Грозный. Я давал интервью русской девушке. Это была русская девушка, и там вообще не было логотипа даже ЧГТРК, когда у меня брали интервью. Но это не меняет, конечно, абсолютно. Если бы там даже это было бы, я все равно дал интервью. Тема была про мотоциклы, про жизнь байкеров. И ко мне подошла эта русская девушка, журналистка, попросила, спросила, не дам ли я там пару комментариев. Я сказал, нет проблем, и она обрадовалась. Просто многие стояли и как-то стеснялись поговорить с ней. И она очень обрадовалась. Будучи мусульманином, я машинально крещусь, когда вдруг натыкаюсь на твой эфир. На данном этапе чеченский народ переживает потребительский бум. Возможно, скрываются потери, понесенные из-за двух войн. Ведь мародерство солдат было нормой для командного состава. Более того, это всячески поощрялось. Что касается мародерства российских войск, это вообще ужас, что они там творили. Как они приезжали, как они специально запускали солдат, я помню, на рынок. Зная, там, двух солдатиков каких-нибудь пустят или одного, чтобы он там что-то купил. И они знали, что его там убьют, потому что рынок у нас кишал членами сопротивления. И, разумеется, их там сразу же увалили. И после этого приезжали российские войска, полностью оцепляли рынок и начинали проводить зачистку, якобы. И под шумок этой зачистки они грабили все камеры хранения, забирали все продукты, все, что там было, забирали с собой. Разумеется, и людей забирали, убивали, там, это все катастрофой для простого народа оборачивалось. Вот такие вот вещи они творили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok